Об этом никто практически не знает, даже с моей семьей. Присаживайтесь на бутылочку. Ребята, почему я снимаю? Я хочу снимать. Он холостой. Мне сначала так стрёмно был резонанс какой-то название. Ребята, всем привет. У нас сегодня очень важная миссия. Мне поступил заказ от тату-студии Резонанс. Эти ребята хотят, чтобы я сделал их счастливыми. И я сделаю их счастливыми. Они хотят релсов, и я дам им релсов. Но мы не просто снимем релсы. Мы пообщаемся с ребятами и узнаем о Резонансе чуток больше. А чтобы снять релсы, мне потребуется определенный план, который у меня тоже есть. Для начала я проанализировал темы, которые уже снимал для Резонанса. И некоторые из них мы решили переадаптировать. Далее я прописал новых тем и вопросов на раскрытие личности мастера. Такой формат хорошо заходит, и аудитории выстраиваются более тесные отношения с мастерами. Теперь берем этот план и бежим снимать ребят. От моего счастья еще никто не смог убежать. Я сделаю всех счастливыми. Ну, привет. С чего вот все начиналось? Как вообще пришла вот мысль о приготу студии? Мысли у меня не было. Мысли у меня не было. Я сетевик, я занималась очень много сетевым маркетингом. И поэтому, когда познакомилась с мужем, первое, что он сказал, он говорит, я обвожу татуировщиков на 17-й пристани, мы рисуем там окно и делаем татуировки. Поэтому я сказала ему, ну, хорошо, отлично. А давай начнем на этом зарабатывать деньги и профессионально. То есть, ну, организуем студию. И все, у нас была студия на Анатоле Сергеевне. Один кабинет, два. Что-то там очень маленький кабинет. И все, я начала развивать соцсети. Вот так и начался резонанс. Ну, само название резонанс давно уже. То есть, вот. Вместо чего, так стрёмно было резонанс, какое-то название, там, не какой-то на английском просто резонанс. И потом я поняла, что все-таки названием много чего звучит. Руслан, покажи нам, пожалуйста, что здесь, как здесь, на что находится. Здесь, как бы, входная группа у нас, да? Здесь у нас ресепшн, здесь у нас сидят администраторы, здесь литами, здесь литамина, либо как себе. Пойдем со мной. Здесь у нас стенд с письками. Здесь у нас большой пункт, где большая часть консультации и проводим. Здесь у нас работает администратор. Здесь игор работает, там, Данька работает, здесь Согнюк работает. Вот, здесь большой стол, за которым мы можем собраться на корпоратив. Пойдем. Здравствуйте, Даша. Здравствуйте. Расскажи, чем ты занимаешься здесь? Я здесь делаю до-после своих перекрытий. Ты делаешь перекрытие? Ага. Ну, в целом, на работе? В целом, да. Сейчас я не делаю перекрытие. Сейчас я делаю... Сейчас покажу, господи, боже мой, ничего. Давай, давайте посмотрим. Это у нас было? А, ни хера себе. А это у нас встало и стало. Ни хрена себе. Слушай, ну круто. Ручки золотые, а вы еще не на сеансе. Я не понимаю, ребят, ну в чем проблема-то? Коля, привет. Здравствуйте. Расскажи, как ты вообще попал в резонанс? Сколько здесь работаешь? Да, я работаю здесь 7 лет. Я проснулся после дня рождения в жестком, прям, похмелье, прям, ягонистическом, блядь, прям, ему жить не хотелось. Считай, день рождения 23-го, а 24-го, когда мне звонят и говорят, типа, Оля, подтягивайся сюда. Я, типа, единственный человек в студии, который не ученик в резонансе того, которого отдельно взяли просто безумие. Какие хрена тебе? Поэтому, да, такая история. Прикол. Слушай, расскажи еще, пожалуйста, вот про это, про этого персонажа. Да, короче, ну что, мы решили сделать гуся-бгемуся, не обнимуся, а что-то более взрослое. Взрослая версия гуся. Вот. Все по отдельности заказали и просто наша идея. Просто мы сидели в кабинете такие, что, блядь, сделать, ну как оформить. И вот, пожалуйста, у нас такой, не знаю, пришла льва. Как они забыли? Все заходят. Кристина, блядь. Все заходят, спрашивают, зачем вы так мучаетесь, типа, блядь. Типа, пиздец, я так говорю, блядь. Ей нравится. Определенно, сто процентов. Сколько раз у вас здесь был, все татуировки тоже у меня с резонанса, вот. Как ты себя здесь по-свойски чувствуешь? Знаешь, почему мне кажется такое? Потому что у меня было такое желание, потому что человеку здесь больно, надо было, надо сделать так, его расположить, чтобы он полностью доверился и открылся. Потому что здесь люди ругаются матом, они падают волны. Ну, они даже могут отписаться здесь на сеансе. Это нормально. Я считаю, это нормально, потому что здесь человек под этим стрессом. Здесь практически стрессовая ситуация. И я добивалась того, чтобы вот прям человек максимально открывался здесь. То есть он для меня здесь зайчик, здесь сисюличный, пи-сисюличный мой, самый лучший на свете. И я во время сеанса иногда к людям подхожу и прям спрашиваю, как у них самочувствие, как у них состояние. Поэтому, когда мы переезжали сюда, было важно, чтобы у нас была столовая. Чтобы, да, чтобы они ели во время сеанса здесь. И чтобы они могли ругаться спокойным матом. Потому что эмоции их никуда не денешь, их никуда не засунешь. Вот, то есть, ну, для меня это было очень важно. Чтобы они чувствовали себя здесь реально как дома. Сейчас здесь не прямо нет, но в основном здесь работает. У нас Коля, или вот Колин в выходной работает любой. И почему-то сюда приходит на его место. Не знаю, почему. Здесь работает Дашка Евгения у нас. Раньше работала Оленка, у них какая-то маркировка такая получилась. И здесь решил Дашка остаться. Здесь у нас делают татуяж. Это чисто женская комната. Там прям все женскими, вот этими энергии, все пропитано максимально, все красиво. Туда заходить не будем. Это царство. А это муха. Опа. Собственно, в этой комнате мы сделаем пирсинг. Здесь в дальнейшем будет сейчас такой ремонт тоже, по-моему, и начаться. Очень надеюсь на это. Вот. Но в целом, как-то вот в этой комнате у нас, она предназначена только для пирсинга. Ну и когда на каких-то местах люди примеряют диски, обычно сюда человек приходит. И все сюда приходят за бумагой, потому что здесь лежит бумага. Вот. Ну, бумажный, полотенце, в смысле. Все почему-то сюда во время сеанса ходят. Слушай, Саня, расскажи, как ты попал вообще в резонанс? Как я попал в резонанс? Первый раз я попал в резонанс как клиент. Это было 5 лет назад. Пришел сюда делать свою первую татуировку у мастера Дагана Сергея. Через год пришел еще за двумя, потом через время пришел сюда учиться. Отучился? Да, и, собственно, вот и сижу, работаю. Спасибо. Что вы нас тут отвлекаете? Этот плакат мне подарила Татьяна Сергеевна. Это из фильма «Спизделя» 2000 года. Многое речи, а все дела. Мне нравятся эти фильмы. Старая школа. Старая школа. Вот эту мы тоже подарили, блядь, до школы. Это Лёв Мил. Ага. Мне подарили ее просто, чувак такой, зашел, блядь, я ее на трассе не видел, типа она хорошая, качественная, блядь, нормальная. Я ее купил оттопну, оттекрасил, покрасил, купил с пачкой, как я тебе. Прикол. Прикол. Это будет будущая модель, как она будет, честно, буду рассказывать, но это будет интересно. Просто вкладываешь, 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 появляется. Безусловное место сюда все приходят. В выходной день, ну, не выходной день, на территории все умное время, сюда все пришли, сидят. Просто тут посидят, я такой, блядь, селук телефон, так блядь, но все равно приходят. Руслан очень классный, я его люблю. Он самый лучший в мире человек, что он делает все правильно, все слова правильные, самый классный, очень классный, очень хороший, не любит коней, чак-чак, все это ему чуждо, он не такой. Так, Руслан, ну привет. Здрасте. Расскажи, пожалуйста, как, вообще, чем ты здесь занимаешься? По-моему, так другие фильмы начинаются. Присаживайтесь на бутылочку. Чем я здесь занимаюсь? Я занимаюсь здесь не только хуйней, но еще и делаю татуировки, удаляю татуировки, делаю пирсинг и обучаю, обучаю татуировкам. Аллергия и тату. Всем привет, меня зовут Руслан. Сколько ты здесь работаешь? Ох, в сентябре будет, получается, сколько, 6 лет. А ты пришел сюда вот с полным нулем, скажем так, или как? Да, я сюда пришел с полным нулем, не только как сам, но и в кармане 0,5, наверное. Вот. Я копил на обучение, оплачивал обучение здесь. На самом деле я сюда попал очень интересно, потому что я, по сути, просто докопал человека, который здесь на тот момент работал, вопросами разными мне с точки зрения медицины, все было интересно, и она мне сказала, типа, ты задолбал, плати деньги за обучение и приходи обучайся, типа, тебе бесплатно все рассказы. Вот, собственно, вот так. Так я понял, что любой труд должен быть оплачен, и любое слово должно иметь свою цену, грубо говоря. Я не знаю, что такое, не знала, что такое татуировка, потому что я пришла, мне было 43 года уже, то есть какие-то студии уже были, я даже не знала, что татуировка, бывает какие-то стили, то есть приходили разумицы, вообще не знала, не знала даже, я не знала, что это такое. То есть прикинь, ну и как это у меня получилось. Ну, ничего не хотела. Все было, вот, вся работа была построена по принципу сетевого маркетинга. Я раньше не знала, что такое, несмотря на то, что я любила продавать, я не знала, как выстраивать ключевые там воронки, какая здесь воронка будет, что здесь будет, как это, просто наобум. Ты знаешь, мне настолько нужны были деньги, и я думаю, что на тот момент мне любого бизнеса пошел, потому что у меня там, меня так кинули, прям, очень круто. Мне надо было выживать, и об этом никто практически не знает, даже с моей семьей. И вот пришлось, муж предложил, я говорю, давай. И мы начали. Прикольно. Прикольно, да. Прикольно, такая ситуация, я благодарна этой ситуации, поэтому у меня резонанс. Я стремилась, я делала все, и у меня очень сильно трансформировалась. Была какая-то для 2013 года, и какая сейчас, это абсолютно, вот, это вот просто, даже не то, что личность, это очень разные люди. То есть я постоянно трансформировалась, да. Здесь у нас кабинет, где работает, там работает Артем, здесь сейчас Данька ученик сидит, работает, здесь у нас варки трудится сейчас, вот. Дальше, ну это всякая черная часть, здесь всегда звучит техно и всякие разные звуки мопопы. Здесь у нас работает Дашка, здесь Иринка работает. Раньше этот кабинет был разноцветный, здесь было розовое, там было черное, по-моему, еще какие-то цвета там были, я сейчас не помню, конечно, вот. Но, в целом, они сделали сейчас здесь относительно недавно, перекрасили стенки, и все это выглядит теперь достаточно хорошо и красиво. Мой же кабинет, собственно, на этой степени. Здесь сейчас большой беспорядок, но это рабочий беспорядок, в конце дня я всегда это делаю, убираю. В начале следующего дня почему-то, блять, он опять происходит, беспорядок. Цвета стен в этом кабинете выбраны не случайно. Этот цвет в детской поликлинике специально, чтобы максимально угнетать людей. И вот, собственно, как мои плакаты, мои сертификаты, вся моя гордость и вазерный аппарат. И я, собственно, сам своей гордостью. Класс, спасибо. Спасибо, Руслан. Как же мы забыли про это, на нашем входной буке вас будут встречать наши прекрасные портреты, сделанные прекрасным мастером Игорем Шматовым. Он дал нам идеальные портреты и сделал вон ту картину. Коля, отойди, пожалуйста. А можно подойти поближе? Да, Коля, смотрите, какой красивый. Он холостой. Собственно, это наша самая-самая секровенная, наверное. Тоже, тот же самый мастер. А здесь, правда, специально. Это Коля. Опять нахуй тоже. К нам как-то пришла клиентка и говорит, у вас, походу, в студии самый дорогой картины, я сказал, ни хера. Самый дорогой у меня это мастера. А это все покупается и фотографируется. Просто дорого стоит, ну, ничего не будет. Ну, давай. Руслан, и дай совет человечеству, чтобы ты бы пожелал. Будьте добрее, отключите чрезмерный эгоизм, не должны забывать, люди не должны забывать о себе, да, в любом случае, о всех благих деяниях, да, не надо себе жертвы делать, но при всем при этом не надо становиться похуистым по отношению к другим просто. Помогайте ближним, если у вас есть возможность. С вас не будет, а кому-то это реально может спасти жизнь. Класс, класс. Спасибо. Давай, чем-нибудь пожелаем зрителям. Ребята, вы знаете, я вам желаю всегда идти за собой, идти, не предавать себя и желаю вам всегда... Я не желаю вам успеха, будьте просто собой. Примите себя такими, какими вы есть. Примите, ну, и идите, радуйтесь жизни, радуйтесь каждому дню, благодарите за все. Его, за то, что у вас есть. И просто за то, что вы живы, здоровы, и что у вас есть родители. Только, ну, я это вам желаю, только приняйте себя и любой ситуации. И у вас все получится, я думаю, что будет все вот просто. Вот такое, ребят, получилось видео, оно даже больше не про мою работу, а про людей. По сути, я и хотел делать свои видео больше про людей. Ведь все вокруг это люди, это истории. Если вам понравилось такой формат, то оцените это видео лайком, комментарием, репостом и, конечно же, подпиской. Я сейчас нуждаюсь в аудитории, так что каждый человек для меня на вес золота. И я буду вам прям очень благодарен. Взамен я буду стараться чаще снимать такие видео. Ну и, как всегда, по традиции, вы сами пишете свою историю. Так сделайте ее удивительной. С вами будет я, Цояр.